Здравствуйте мои подписчики и гости канала. Солод обычный. Для производства пива преимущественно используется светлый солод. Светлый солод пильзенского типа. Это солод холодного режима солода ращения с умеренным растворением и коротким развитием зародышевого листка. Нормальные величины, приведенные в таблице, которую вы видите на экране для этого солода, особенно в развитии зародышевого листка, содержание мальтоза в числе Кольбаха и Гартенга приближаются скорее к низким величинам. Светлый солод сушится обычно 2 стадии по 12 часов. На верхней решетке сушилки зеленый солод относительно быстро освобождается от влаги. А умеренное растворение вместе с низкой степенью осахаривания допускает температуру отсушки вплоть до 85 градусов Цельсия, пока цвет солода не превысит допустимого предела. Этот солод особенно пригоден для производства типичного, хорошо охмеленного чешского пива с полным вкусом и хорошей пенистостью. Для пива в бутылках, особенно пастеризованного, от которого требуется более высокая коллоидная стойкость, используется светлый солод, лучше растворенный, с подходящим отношением сахаров к несахарам и с низким содержанием растворимого азота. При переработке крахмалистых заменителей должен также выбираться светлый солод, хорошо растворенный с высокой амилолитической активностью. Поэтому для светлого солода не определяются точные стандартные величины и всегда выбирается солод с определенными свойствами, подходящими для изготавливаемого типа пива. Слишком светлый цвет от 0,12 до 0,15 миллилитров 0,1 нормального раствора йода имеют солода, отсушенные при низких температурах, часто за счет качества ячменя. Светлый солод должен быть хорошо отсушен не менее 3 часов при 80 градусах Цельсия, чтобы сохранить хорошие свойства при хранении и дальнейшей переработке. Известно, что солод хорошо отсушенный часто дает и при более интенсивном цвете охмеленного сусла более светлое пиво, чем солод не отсушенный. Солод, предназначенный для производства светлого пива из жесткой воды, это светлый солод, особенно длительного ращения и высушиваемый 2 стадии по 24 часа при температуре не выше 75 градусов Цельсия. Он пригоден для пива хорошо сброшенного, высокой концентрации. Темный солод отличается от светлых солодов цветом, характерным запахом, ароматом, а также вкусовыми качествами. Для производства можно использовать ячмень с более высоким содержанием белков. Солод должен быть долгого ращения, хорошо растворенный, что уже в зеленом солоде было достаточно сахаров и произошло необходимое расщепление белков. Характерный вкус и запах темные солода приобретают в результате образования милана и динов. Эти вещества образуются при высоких температурах в результате реакции сахаров с аминокислотами и способствуют интенсивности окраски. Амилолитические и протеолитические изменения, происходящие в начале высушивания, сами по себе не могут обеспечить образование достаточного количества сахаров и аминокислот. И поэтому солода короткого ращения для производства темного солода непригодны. Чтобы они приобрели темный цвет, их следует отсушивать при высоких температурах. Однако вкус и запах сусла полученного из таких солодов более резкие, а амилолитическая активность солода очень низкая. Развитие зародышевого листка у хороших темных солодов достигает от 3,4 до 1,1 длины зерна. Количество переросших зерен не должно превышать 10%. Пережженных зерен не должно быть. Цвета темного солода мюнхенского типа колеблется в широком диапазоне от 0,6 до 1,2 мл. одного нормального раствора йода. Солод пшеничный. Этот солод используется преимущественно для производства белого пшеничного пива верхового брожения. Только в исключительных случаях его применяют для производства светлого пива при недостатке ячменного солода. Он имеет более высокую экстрактивность и амилолитическую активность, чем ячменный солод. И при использовании до 10% засыпи его переработка не представляет трудностей. При производстве солода предпочтительные мягкие сорта пшеницы с меньшим содержанием клейковины. Солод из твердой пшеницы имеет более интенсивный цвет и фильтруется медленнее. Процесс солодорощения у пшеничного солода должен быть коротким. Слишком высокое содержание ферментов нежелательно и отражается на брожении и вкусе. Пшеничное зерно не имеет мекинной оболочки и поэтому пшеничный солод при фильтрации не образует такого фильтрующего слоя, как ячменный солод. Зародышевый листок должен быть коротким. Он вырастает вне зерна, легко обламывается и плесневеет. Грубый помол из пшеничного солода при одинаковом устройстве дробилки более крупный, чем ячменного солода. Более высокая доля крупной крупки. Масса одного гектолитра зерна колеблется у пшеничного солода от 60 до 66 килограммов. Выход экстракта в сухом веществе от 80 до 85 процентов и содержание белков от 10 до 15 процентов. При добавке пшеничного солода свыше 10 процентов фильтрация замедлялась. При более высоких добавках замедлялось брожение и обнаруживалась склонность к вихревому брожению. Пшеничный солод иногда используется также для производства цветных и диастатических солодов. Специальные солода. Для придания цвета и вкусовых качеств темному пиву используется специальный солод. Например, миоланоидиновый солод, карамельный и красящий солод, диастатический солод, протеолитический солод для пива с повышенной коллоидной стойкостью. Карамельный солод. Он изготавливается из зеленого, хорошо растворенного солода в скоростых обжарочных аппаратах, которые дают возможность поддерживать необходимую температуру и отводить пары и остатки солодовых ростков. Их можно также получать из сухих солодов, опрыскиваемых до необходимой влажности. Эндосперма влажного зерна при температуре 60-80 градусов Цельсия осахаривается и в зависимости от типа солода обжаривается при температурах от 120 до 180 градусов Цельсия. При этом эндосперм становится стекловидным и прозрачным. Зерна мучнистые в разрезе свидетельствуют о недостаточной карамелизации. При карамелизации сахаров прежде всего мальтозы происходят изменения, которые определяют вкус, запах и цвет сусла. По люерсу повышенное содержание коллоидов в карамельных солодах способствует увеличению пеностойкости и более полному вкусу готового пива. Карамельные солода могут быть очень светлых до темных тонов. При высоких температурах обжарки снижается ферментативная способность и поэтому темные сорта сами не осахариваются. Карамельный солод абсолютно светлый. Карапелис. Он имеет цвет от 0,3 до 0,4 0,1 нормального раствора йода и добавляется особенно за границей для повышения пенистости и вкуса светлого пива. Обжаривается такой солод осторожно при низких температурах или высушивается на солодосушилке и поэтому обладает еще определенной ферментативной активностью. Цвет оболочки остается светлым и эндосперм тоже имеет более светлую окраску. Вкус сусла сладковатый, полный, запах карамели нечеткий. Содержание воды в светлом карамельном солоде не должно превышать 8 процентов, а сахаре на воззернании должно быть не менее 90 процентов. Содержание экстракта в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 70 процентов. Обычный карамельный солод. По линтниру этот солод должен иметь цвет от 15 до 20 единиц. Оболочку дымчатую, почти коричневую, на кончиках более темную. Цвет эндосперма темно-желтый, побуревший. Вкус карамельный, запах выраженный ароматный. Пережженные зерна не должны встречаться, поскольку имеет горьковатый привкус. Содержание воды у этого солода колеблется около 6 процентов. Доля сахаренных зерен около 95 процентов. Экстракта в сухом веществе не менее 75 процентов. Портерный карамельный солод. Он имеет цвет по линтниру 35-40 единиц. Вкус сусла сильно выраженный, карамельный, почти горьковатый. Запах очень ароматный. Его применяют в Англии для производства темных сортов пива. Карамельные сорта должны изготавливаться из соложеного ячменя. Доля остатков солодовых ростков не должна превышать 2 процентов, так как они очень гигроскопичны. Меланоидиновый солод. Мелан-солод. В отличии от карамельных солодов, у этого солода характерный вкус и запах, а также более насыщенный цвет, появляются только при меланоидиновой реакции. Сод в конечной стадии прорастания оставляют в грядке для томления. При температуре около 50 градусов Цельсия у некоторых видов ячменя и при более высокой температуре происходит глубокий амилолиз, протеолиз. И тем самым создаются предпосылки для образования меланоидинов в процессе последующей сушки при температуре около 100 градусов Цельсия. Хороший мелан-солод имеет специфический солодовый запах и слегка сладковатый вкус, без кислого или горького привкуса. Содержание воды в нем колеблется от 5 до 6 процентов. Цвет от 10 до 16 миллилитров 0,1 нормального раствора йода. Содержание экстракта в пересчете на сухое вещество у хороших солодов не менее 74 процентов. Доля мучнистых зерен не менее 90 процентов. Пережженных зерен не выше 5 процентов. Красящий солод, сжженка. Он получается из сильно увлажненного обычного сухого солода в обжарочном устройстве при температуре до 240 градусов Цельсия. Его основное свойство – красящая способность, которая колеблется от 140 до 160 единиц по линтнеру и не должна быть ниже 120 единиц. Другим важным показателем является вкус экстракта. Он должен быть чистым, кофейным, а не резким и вяжущим. Зерна солода должны быть темно-коричневые, равномерно окрашенные. Эндосперма также должен быть в разрезе темно-коричневый. Черные пережженные зерна снижают красящую способность и ухудшают вкус. Жженный солод очень гигроскопичен. Содержание воды в нем должно быть не выше 6 процентов. Пережженных зерен не выше 7 процентов. А содержание экстракта в пересчете на сухое вещество – 60-70 процентов. Диастатический солод. В пивоварении его используют в исключительных случаях, когда возникают трудности с осахариванием или при переработке крахмалистых заменителей солода. Диастатический солод получается из хорошо растворенного солода холодного режима проращивания. Диастатический солод должен сушиться особенно тщательно при температурах от сушки до 55 градусов Цельсия. Зерна солода не должны быть поражены плесенью. Вкус сусла должен быть не кисловатым и не горьким, а чистым, сладковатым. Содержание влаги должно быть не выше 6 процентов, а заплесневелых зерен у хороших складов не больше 1 процента. Экстракта в пересчете на сухое вещество от 77 до 80 процентов. Амилолитическая активность не менее 300 единиц ВК. Протеолитический солод. Его изготавливают из зеленого солода, замачиваемого или несколько раз опрысканного суслом сброженным культурой Лактобацилюс Дельбрюки. Солод, который в результате адсорбции воспринял 1-2 процента молочной кислоты, осторожно высушивают. Лактобацилюс при этом исчезают. Так что нет необходимости опасаться инфекции. Добавка в 3-5 процентов к засыпи повышает выход экстракта по леберле. Облегчает осахаривание и брух в сусловарочном отделении. И улучшает пенистость и стойкость пива. Добавка протеолитического солода имеет определенное декарбонизирующее действие. Если работают с карбонатной производственной водой. Регулировка кислотности путем добавки солода легче, чем прямой добавкой молочной кислоты. RH солод. Этот солод повышает редуцирующую способность пива. Он получен на основе сведений, что темное пиво, производимое из хорошо отсушенного солода, содержит в форме милана и динове вещества, повышающие небиологическую стойкость пива. По шильду RH солод имеет высокое содержание мальтозы и продуктов расщепления белков. Цвет солода от 1 до 1,2 миллилитра 0,1 нормального раствора йода существенно не отражается на цвете пива, поскольку к засыпи он добавляется в незначительном количестве. Солод имеет высокую экстрактивность и хорошо осахаривается. Добавка положительно влияет на физико-химическую стойкость и на вкус пастеризованного пива. К специальным солодам нельзя относить солод слишком короткого ращения, спиц мальц. Или солод для повышения экстрактивности опрыскиваемый, например, раствором азотной кислоты, мочевины, глюкозы и т.д. Это в сущности обычный солод по-разному обработанный. Основы правильного хранения Использование свежевысушенного солода на варке связано с трудностями. Такой солод сухой и хрупкий, при дроблении слишком измельчается, что замедляет процесс фильтрации. Брух, оседание дрожжей, а часто и осветление пива бывают затруднены. Это обусловлено структурными изменениями, которые наблюдаются при сушке у сахаров, белков и других веществ. Ухудшение, улучшение происходит только спустя определенное время хранения солода и связано с умеренным повышением влажности. Само поглощение воды не ускоряет этот процесс. Время необходимое для отлёжки не одинаково. Оно может колебаться в зависимости от года урожая ячменя и качественных показателей солода. Хорошо отсушенный и растворенный солод может применяться на варку и раньше. А в основном для отлёжки необходимо 6 и более недель. Солод, хорошо высушенный, с содержанием воды до 5% может храниться один год и дольше, без существенного ущерба для качества. Однако и при низком содержании воды, хотя и в очень незначительной степени происходит обмен веществ. Образуются углекислый газ и водяные пары, то есть солод дышит. Чем солод влажнее, тем интенсивнее его дыхание. При содержании воды свыше 6% проявляется слабая ферментативная деятельность. Из-за этого ухудшается качество солода, утрачивается аромат, происходит дальнейшее расщепление белков и другие нежелательные изменения. При высоком содержании воды может проявиться также деятельность микроорганизмов – плесень. Старый влажный солод всегда отрицательно влияет на качество пива. Слишком влажный солод, кроме того, труднее поддаётся дроблению. Чтобы солод дольше хранился, его можно даже раздробить, однако его качество не улучшится. Поэтому солод следует заботливо защищать от увлажнения. Незначительное повышение влажности, необходимое для технологической отлёжки, происходит уже при удалении ростков и транспортировке. И поэтому нет необходимости в дополнительных мерах. Солод лучше всего хранить в закрытых бетонных силосах. Можно хранить в закромах, которые по сравнению с открытым напольным хранением имеют то преимущество, что только верхний слой солода находится в соприкосновении с воздухом. Если нет возможности использовать закрома, то при применении напольного способа хранения слои должны быть как можно выше. Солод нельзя хранить под крышей в местах, куда может проникать воздух, а также вблизи водоёмов и т.д. Он не должен соприкасаться со стенами, которые могут увлажняться или прогреваться. Солод на полу укладывают в места, где он может оставаться до момента переработки. При каждой манипуляции, связанной с транспортировкой, влажность солода повышается. Солода нужно хранить отдельно не только по видам, но и по качеству. Если это возможно, то вместе хранят солода с одинаковой экстрактивностью, цветностью, влажностью. В силу с высокими слоями можно укладывать только охлаждённые солода. Тёплый солод может повысить свою цветность. Следует уделять внимание чистоте солода, предназначенного для хранения. Он должен быть хорошо очищен, освобождён от остатков солодовых ростков и пыли, обеззаражен от долгоносика и т.п. От которого солод надо защищать и в процессе хранения. При транспортировке солода в результате истирания зерна образуется пыль. Поэтому силосы из окрома после каждого опорожнения и перед новым заполнением следует тщательно очищать и обеспыливать. Слой солода, который соприкасается с воздухом всегда влажный. В силосах солод при загрузке расслаивается, поскольку тяжелые зерна быстрее падают на дно. Чтобы обеспечить равномерное качество солода в засыпи, необходимо перемешивать солода из разных партий. Остатки солода из силосов или загромов нужно перемешивать к другим партиям. Слой солода, который соприкасается с воздухом всегда влажный. В силосах солод при загрузке расслаивается, поскольку тяжелые зерна быстрее падают на дно. Чтобы обеспечить равномерное качество солода в засыпи, необходимо перемешивать солода из разных партий. Неоправданно мало внимания часто уделяет сохранению солода специальных типов. Качество такого солода также страдает от влажности. Даже если ферментативная деятельность у некоторых видов не проявляется, у таких как карамельный или красящий солод. Солод утрачивает аромат и, повышая влажность, плохо дробится. Лучше всего хранить такой солод в небольших силосах или в закрытых загромах. Небольшие количество солода можно хранить и в бумажных мешках с герметическими прокладками. Продолжение в следующем видео. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего видео.